Здравствуйте! Вы смотрите новости первого карагандинского в студии работы Динары Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Несчастный случай на ТЭЦ-3. Здесь погиб рабочий подрядной организации. По приезде на вызов обнаружен, скажем так, практически труп. Постатирована биологическая смерть. Акимобласти отметил лучших деятелей культуры и искусства региона. В нынешнем году наши профессиональные творческие коллективы достойно представляли казахстанскую культуру в Сербии, в Турции, Азербайджане, России, Белоруссии, Украине и Багентаре. В театре музыкальной комедии старая новая премьера. Принцесса цирка обрела новую сценическую жизнь. Для меня апеллеты – это такой запретный плод. Я оператор режиссер, где кровь, убийство, смерть. А апеллеты – это такое вдохновение, когда ты можешь быть уверен, что все кончится хорошо. ЧП на ТЭЦ-3. Вчера вечером здесь погиб мужчина. Сотрудник подрядной организации сорвался с крыши здания во время проведения ремонтных работ. Рабочий находился на крыше объекта, расположенного на территории теплоэлектроцентрали. По данным, из-за неосторожного движения он сорвался вниз. Очевидцы вызвали неотложку, медики среагировали мгновенно. Однако помочь 38-летнему мужчине не удалось. По приезде на вызов обнаружен, скажем так, практически труд. Констатирована биологическая смерть. По характеру повреждений, повреждения были несовместимы, в общем-то, с жизнью. Очередно-мозговая тяжелая травма, скелетная травма тяжелая. Между тем, на самой ТЭЦ комментировать несчастный случай отказались. Арселор Миттл Тимиртау выплатил часть суммы двум регрессникам, которые индивидуально подали на работодателя в суд и выиграли. Остальные экс-горняки свои деньги так и не получили. Очередной суд, который должен был пройти накануне, не состоялся. Подробнее в следующем сюжете. Прошло уже два месяца, как суд вынес решение в пользу бывших шахтеров. Согласно постановлению, Арселор Миттл обязан выплатить экс-горнякам компенсацию. Однако денег регрессники так и не увидели. Обязать Арселор Миттл 341 058 НТ немедленному исполнению. Среди инвалидов, посордавших на шахтах промышленного Агната, двое все же получили компенсацию. Правда, не всю. Они индивидуально судились с предприятием. Профсоюз угольщиков Коргау призвал остальных бывших горняков поодиночке подать иск на работодателя. Между тем, представители общественного объединения «Шахтерская семья», которые сейчас защищают права шахтеров, уверены, что положенных выплат они все же добьются. Выиграть судебный процесс мы выиграли, а вот денег получить сейчас затруднительно. Но вот поскольку мы сейчас определяемся, как будем идти, а я считаю, что правильное добиваться исполнения того, что уже вступило в законную силу, то я думаю, что наступая грамотно-юридически, я думаю, что можно добиться того, чтобы Арселор Миттл выплатила эти деньги. Амина Смакова, Карат Рашидов, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. 22 деятеля культуры получили премии Акима области. В преддверии профессионального праздника глава региона по традиции отметил лучших из лучших. 22 лучших из 100 заявленных. Ежегодные премии Акима области удостоились особо отличившейся деятели культуры со всего региона. Среди них артисты театров, вокалисты, режиссеры и хореографы. Денежная сумма – 200 тысяч тенге, как поощрение за вклад в развитие культуры и искусства Карагандинской области. Статуэтка «Комбас», футболизирующая творческий полет и покровение, а также денежное вознаграждение в размере 200 тысяч тенге. Еще двое получили премию Акима области в номинации «За верность профессии» и сертификат на полмиллиона. Двое счастливчиков – артист-инструменталист концертного объединения имени Колей Байжанова Борис Пропещан и член Союза художников Казахстана Анатолий Белык. 6 миллиардов тенге – именно эта сумма выделена сфере культуры и искусства региона в этом году. Как результат, заметно меняется облик учреждений культуры, растет уровень художественной самодеятельности, библиотеки области занимают ведущие позиции в республике по внедрению новых технологий, выделяются гранты музыкантам оркестров и артистам театров. В нынешнем году наши профессиональные творческие коллективы достойно представляли казахстанскую культуру в Сербии, в Турции, Азербайджане, России, Белоруссии, Украине и в Агентаме. Их профессионализм и творчество их втреть будут оказывать самое благотворное влияние на формирование духовно-нравственных ориентиров жителей нашей области. Ирина Камышова, Ужас Габасов, Асхат Эйбидулов, Первый Карагандинский. Ветеринары Карагандинской области получили новые машины. УАЗы и Сан-Йонги повысят мобильность и оперативность работы ветеринарной службы региона. Ключи от автомобиля вручал заместитель Акима области Кайрат Айтуганов. Легковушки и спецавтосредства оснащены по последнему слову техники. К примеру, в Дуках на базе УАЗа есть дезинфекционная установка. Она предназначена для обработки сараев и хозпомещения. Это дуб в базе ГАЗель, базе УАЗика, дезинфекционная установка Комарова. Это придуман Комаровым. Она предназначена для дезинфекции. Дезинфекция бывает плановая, профилактическая. Вот для наших сельчан как раз то, что надо, чтобы зараза, наш план, дальше не распространилась. Для этого он сделан. Отметим, в регионе функционируют 18 ветеринарных станций и 194 ветеринарных пунктов, в которых работают более 400 специалистов. Государство этим нам оказало огромную помощь, так как облегчит нашу работу. Транспорт в данное время это все. Поэтому мы очень рады. Благотворительный обед для ветеранов организовал отдел занятости социальных программ Караганды. Акция прошла в преддверии Дня пожилого человека. Обед прошел в одном из ресторанов города. За праздничным Дастарханом собрались больше 20 людей преклонного возраста Октябрьского района. Отметим, что в Караганде сегодня насчитывается порядка 70 тысяч пенсионеров, ветеранов войны и труда. Акция не последняя, говорят организаторы. Все эти акции будут проводиться и на предприятиях, и в организациях, и в учреждениях города, откуда ушли наши пенсионеры на пенсию. Более 100 акций будет проведено. Охвачено в городе более 45 тысяч человек. От коллектива пенсионеров я хочу поблагодарить наших руководителей. Большое им спасибо. За организацию, что они нас пригласили отметить наш праздник. А сразу после выпуска новостей в 2020 смотрите новое ток-шоу «Шахар» с Асланом Исой. Чиновники, общественники и депутаты будут обсуждать готовность образовательных учреждений к новому учебному году. Актуальные вопросы, интересные подробности и острые факты не пропустите ток-шоу «Шахар» на Первом Карагандинском. Продолжение следует... В Карагандинском академическом театре музыкальной комедии старая новая премьера. Имре Кальман и его принцесса цирка вновь на сценических подмостках города. Новую сценическую жизнь классической оперетти дала звездная постановочная группа. Об этом и наш сюжет. Оперетто. Жанр легкий, но тяжелый для постановки. Оркестр, вокал, танцы, блистательная игра актера должны сочетаться в едином композиционном решении всего спектакля. Чтобы влить новую струю в постановку оперетты, мировая практика позволяет приглашать для сценической работы мировых звезд. В Карагандинском академическом театре музыкальной комедии ставит спектакль с нашей труппой постановочная группа выдающихся деятелей театра и оперы. Юрий Александров – режиссер-постановщик Мариинского театра, художественный руководитель Государственного камерно-музыкального театра «Санкт-Петербург-Опера». Художник Вячеслав Окунев. Спектакли в его оформлении шли на сценах «Хляскала», «Арена де Верона» и многих других мировых театров. Надежда Калинкина – главный балетмейстер «Санкт-Петербург-Опера». Хормейстер – Татьяна Штыкова. Впервые «Принцесса цирка» и в нашем театре была поставлена в 1986 году. И вот проходит 27 лет, и карагандинцы становятся свидетелями новой старой премьеры. Что потом? А потом делать, что хотите, мне все равно. Лучше разгадать эту женщину. Но предупреждаю, игрушкой в ваших руках я не буду. Это, конечно, совсем другой спектакль. Но коллизии остались прежними, хотя и на новый лад. Для меня «Апеллета» – это такой запретный плод. Я оперный режиссер, где кровь, убийство, смерть. А «Апеллета» – это такое вдохновение, когда ты можешь быть уверен, что все кончится хорошо. Ощущение торжества жизни и ее ценностей будет присутствовать на протяжении всего спектакля. Премьерные показы с 26 по 29 сентября. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Впервые в Караганде с 5 по 20 октября. Большой московский цирк представляет. Лед, вода и огонь на острове Грез. Единственное в мире шоу гепардов. Смотрите и наслаждайтесь. Телефон 8777-04-47-127. Состоялась 18-я внеочередная конференция Карагандинского областного филиала Народно-демократической партии Нур-Отан. На ней обсуждались стратегические задачи, поставленные новой доктриной партии в рамках реализации стратегии «Казахстан-2050». До сего времени ни одна политическая партия Казахстана не смогла представить масштабную стратегическую доктрину, соответствующую современному развитию страны. Первая доктрина Народно-демократической партии Нур-Отан, которая была принята в 2001 году, выполнила свое предназначение полностью. Мы досрочно выполнили все цели поставления стратегии «Казахстана-2030». И потому президент страны, стратегии «Казахстана-2050», новый политический курс состоявшегося государства, определил новые ориентиры развития, новые масштабные задачи. Их выполнение должно обеспечить рождение Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира. Сегодня в Карганинской области насчитывается 516 первичных партийных организаций, в которых представлены практически все слои населения. Значительную часть, 45%, это работники предприятий, отрасли экономики, сферы услуг. Около 30% – работники образования, науки, культуры и здравоохранения. Это большая сила, и ее необходимо использовать для улучшения качества жизни людей. Вся работа, проведенная в предыдущий период, опыт, накопленный областным филиалом партии, дает основания сказать, что на новом этапе развития страны мы успешно выполним эту задачу, отметил глава региона. Сегодняшняя ситуация развития страны дает основания позитивно смотреть в будущее. Новая доктрина партии должна мобилизовать общество на решение глобальных задач, и в этом суть работы всех членов партии. По итогам первого полугодия, рост ВВП Казахстана составил более 5%. Показатель ВВП на душу населения превысил 12 тысяч долларов. Совокупные международные резервы республики, включая валютные активы национального фонда, насчитывает порядка 90 миллиардов долларов. Выступающие в прениях поддержали и высоко оценили новую доктрину партии. Всем отрадно, что она понятна. Любой гражданин, прочитав ее, понимает, что в ней отражены все, можно сказать, чаяния, все мысли, которые бы, в принципе, позволили бы в будущем успешно реализовать данную доктрину. На конференции были избраны делегаты на внеочередной 15-й съезд Народно-демократической партии Нур-Отан от Карагандинской области. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Караганде пройдет городской молодежный турнир «Кубок чистоты», проводимый в рамках республиканской акции «Зеленый сад. Чистый город». Студенты и активная молодежь будут соревноваться в уборке и благоустройстве территорий. Мероприятие пройдет в субботу в Центральном парке Караганды. Начало в 10 часов. Показа «Галакси Групп» – производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости Пьера Карагандинского и будьте в курсе всех событий. А я напоминаю номер нашей редакции – 4206-49. Всего доброго. Сау Боумиздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова